Вести Хакасия на канале Россия 24. В ближайшие 10 минут мы расскажем о самых важных событиях в регионе. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Начнем выпуск сообщения Следственного комитета. В Абакане мужчина убил свою бывшую жену и покончил жизнь самоубийством. На теле 33-летней женщины эксперты насчитали 8 ножевых ранений. Погибшую обнаружили в подъезде дома на улице Советской, где она проживала с 6-летним сыном. Там и произошел конфликт между бывшими супругами. После убийства 31-летний мужчина уехал в арендованную им квартиру на улице Торговая. Нанес себе три удара ножом в шею и скончался. Следователи обнаружили в комнате предсмертную записку, в которой мужчина просит решить имущественные вопросы и организовать похороны. В данный момент следователи прорабатывают материалы дела. Также решается дальнейшая судьба 6-летнего сына бывших супругов. К другим темам. Абаза остается под пристальным вниманием спасателей, пока не удается полностью ликвидировать ледяной затор ниже по течению. Несмотря на то, что уже использовано для подрыва льда около 2,5 тонн взрывчатки. Река Абакан изменила русло. Подтоплено около сотни дачных участков. При этом в самом русле реки воды мало и ледовый затор в некоторых местах практически лежит на земле. Из-за этого взрывники не могут его убрать. Однако в ближайшее время уровень воды может резко подняться из-за потепления. Тогда ситуация выйдет из-под контроля. В городе Абазе находится Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд. Две оперативные группы, которые ведут наблюдение за движением льда и сверху, и ниже по течению. В готовности также находится вертолет Сибирского регионального центра. Также находятся в готовности взрывники республики Хакасия, которые при поднятии уровня воды готовы разрушить голову затора и безопасно спустить данный затор, который находится в районе населенного пункта Абазы. Власти республики намерены обеспечить дачников противопожарными устройствами. Об этом сегодня заявил Виктор Зимин на встрече с представителями обществ. Дело в том, что в республике практически ни одно дачное общество не имеет условий для работы огнеборцев. Поэтому ставка делается на собственные силы огородников, и в первую очередь это профилактика. Константин Кравцов разбирался в дачно-пожарной проблеме. В Хакасии сегодня насчитывается 93 дачных общества. Для небольшой республики цифра колоссальная. И головная боль для пожарных. Огнеборцы за последние пять лет тушили участки более двухсот раз. В пламени погибли 10 огородников. При этом, говорят пожарные, масштабы могли бы быть и меньше. Отсутствие средств пожаротушения, а также приспособлены техники для тушения пожаров. Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, приспособление для забора воды. Отсутствует система оповещения людей о пожаре. Очистка территории от сухой травы и опавших листьев. А также допускается свалка отходов на территориях дачных общества. Меж тем, дачники парируют. На безопасность нужны большие средства. Огородникам не потянуть. Что касается ширины улиц, ведь еще некоторое время назад все было по нормативу. Дачное общество уже более 40 лет существует. И многие, не только наши. И в то время нормативы были 6 метров. Ну, так, к примеру, было. Сейчас требование, если проектируется новое дачное общество, до 15 метров. Да, жалуются пожарные, что узко, тесно. Ну, когда на пожаре бывает легко. Проблема дачных пожаров обсуждалась сегодня на высшем республиканском уровне. Для профилактики огня, в том числе, власти ежегодно выделяют обществом 25 миллионов рублей в виде грантов. Виктор Зимин заявил, что сумма будет увеличена. Был бы результат. За 3-4 года привезти в какой-то божеский вид наши дачные участки, дороги. Ну, хотя бы инфраструктура, которой мы мечтаем, чтобы она была достойной. Я вам единственное могу обещать, что мы по 14-му году держим в голове, чтобы увеличить в полтора раз эту поддержку. Вместе с этим Виктор Зимин распорядился выделить деньги на закупку 200 так называемых воздуходувок. Устройств для тушения огня. Аппараты будут переданы в общество. Но кроме помощи дачникам, у главы республики есть и требования не поджигать сухостой и четко соблюдать все меры профилактики. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Чиновники Хакасии будут не только отчитываться о своих доходах, но и отвечать за личные расходы. Такой законопроект депутаты приняли в первом чтении сегодня на сессии Верховного Совета. Объяснять, откуда взялись деньги на дорогостоящие покупки, чиновники будут в том случае, если сумма сделки превысит их месячный доход. Рассказать об источниках получения средств придется и супругам госслужащих. Под контроль попадут и их несовершеннолетние дети. Второе чтение намечено на майскую сессию. Также сегодня депутаты большинством голосов приняли бюджет Хакасии за 2012 год. На сессии Верховного Совета одобрили документ 49 человек. Недовольными его исполнением остались 9. Между тем, в напряженной обстановке обсудили другие вопросы коммунального характера. Один дает право муниципалитетам защищать жителей от произвола управляющих компаний. Другой наказывает чиновников за бездействие. Подробнее Ольга Стельмах. Коммунальные проблемы отдать муниципалитетам. Парламентарии Хакасии подготовили обращение в Госдуму скорректировать жилищный кодекс России. Сегодня местные власти ограничены законом. Могут проверять только муниципальные дома, а это лишь 10%. При том, что сроки приватизации вновь продлили, а значит скоро контролировать и вовсе станет некого. Депутаты предлагают не ограничивать надзор муниципальным фондом. По результатам наших поездок в город Цианогорск были возбуждены уголовные дела в отношении некоторых руководителей провалящих компаний. Потому что такие права у муниципалов отсутствуют. В связи с этим мы сейчас наступаем с инициативой, чтобы муниципалам разрешили проводить муниципальный жилищный контроль всего жилищного фонда, находящегося на территории муниципального города. Муниципалам развяжут руки, однако впредь они разделят ответственность за произвол в сфере ЖКХ. Жители жалуются на коммунальщиков, а реакции в течение двух недель от местных властей нет, чиновнику штраф от 5 до 10 тысяч. С таким законом выступили депутаты Верховного совета. По мнению же прокуратуры, принять документ Хакасия не может, нет на то полномочий. Впрочем, авторы закона подобный протест ожидали. «Реакция прокуратуры была абсолютно очевидна. Мы ссылаемся на статью 72 Конституцию Российской Федерации, имеющую более высокую силу. Поэтому вот в этих рамках, которые нам определил сам же федеральный законодатель, мы считаем, что мы абсолютно правы и должны защищать интересы населения». Большинством голосов документ принят. С такими поправками, уверены парламентарии, коммунальные скандалы удастся избежать. У жителей республики появилась дополнительная защита от произвола управляющих компаний. Штрафные удары по кошельку заставят чиновников активно сотрудничать с населением. Ольга Сильмах, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Сотрудники Республиканского отделения Пенсионного фонда намерены проводить совместные со службой судебных приставов рейды по предприятиям-должникам. Ведь только за год недоимка по страховым взносам в Пенсионный фонд выросла на 100 миллионов рублей. Активнее будут применять такие меры, как арест имущества предприятий и запрет на заграничные поездки для руководителей фирм-должников. Хакасия собирает меньше половины средств, необходимых для выплаты пенсии. Остальное компенсирует федеральный центр. В прошлом году приставам удалось вернуть в бюджет пятую часть задолженности. Поэтому сейчас оба ведомства ищут самые эффективные методы по ликвидации долгов. Ведь своевременные платежи – это пенсии для нынешних и будущих пенсионеров. Основным у нас должником номер один остается Хакас Водоканал. Я бы хотел сделать акцент на том, что последние два месяца они активно погашают задолженность. И если в абсолютных цифрах брать, это где-то, наверное, около 15 миллионов у них остаток. Хотя у них буквально в феврале месяце сумма задолженности приближалась к 30 миллионам. Также у нас остается гладенькая, но это размеры уже тоже другие. То есть это в прошлом году было 10 миллионов, сегодня это уже где-то порядка 1,8 миллиона рублей. Еще в списке крупнейших должников значатся Сибирская губерния, курорт озера Шира и Абаканское троллейбусное управление. Сегодня в Абакане на охрану общественного порядка вышли отряды конной полиции. Они будут патрулировать парковые и дачные массивы города до конца осени. В кавалерийском взводе патрульно-постовой службы 18 лошадей. Зимой полицейские кавалеристы верхом на дежурство не выезжали. С сегодняшнего дня 25 конных полицейских посменно будут нести дежурство. С началом курортного сезона часть сотрудников будет откомандирована в Ширинский район на озеро Белё. Напомню, в прошлом году конная полиция раскрыла 18 преступлений. Однако основная их работа заключается в выявлении и пресечении административных правонарушений. В 2012 году таковых было выявлено свыше 400. Новый адрес в интернете – вести.дефис.хакасия.рф. Теперь все новости доступны не только в прямом телевизионном эфире, но и по указанному адресу в интернете. Новостная программа определяет информационную политику всей телерадиокомпании, и поэтому событийным материалом – приоритет. Появилось и то, чего так не хватало и нам, и нашим зрителям. Обратная связь, точнее, она стала доступнее. Расширился диапазон возможностей связаться с редакцией программы «Вести Хакасия». Раздел «Коммерческая группа» будет интересен не только рекламодателям. На этой странице любопытная информация, кто в зоне нашего вещания. А это больше 120 населенных пунктов в республике. С общей аудиторией свыше 600 тысяч человек. Итак, все информационное наполнение телевизионного эфира в интернете на сайте вести.дефис.хакасия.рф. На посту главы жилищной инспекции, одного из самых часто упоминаемых в последнее время ведомств, чуть больше месяца назад произошла смена руководства. Стремительно развивающиеся события подняли ряд вопросов, которые со временем свою остроту потеряли, но не исчезли совсем. Это так называемые нулевые квартиры, сдаваемые в аренду, и общедомовые нужды, когда платить приходится за неизвестно кем потребленные ресурсы. На эти вопросы в интервью нашей телерадиокомпании ответил глава Хакасии Виктор Зимин. В беседе речь зашла и о ближайших перспективах Абакана-Черногорской агломерации и о банкротствах сельхозпредприятий. Смотрите далее ежедневную рубрику интервью. А у меня на этом все. Берегите себя.